Основанием для установления, изменения или отмены муниципальных маршрутов в регулярных перевозах является перечисление данных пассажиров потоков, полученные при обследовании, введение в эксплуатацию новой жилой зоны массивов и их сносе, изменение дорожной градостроительной ситуации, создание либо ликвидации крупных предприятий и торговли медицинских, учредение спортивных объектов баз водока и иноксоциальных значимых объектов, а также на основании решений предусмотрен документ о планировании регулярных перевозок. Вот этот порядок, как вы называете отмена маршрутов, какой из вышеперечисленных пунктов лег в основу отмены почти практически 90% маршрутов города Волгоград? Коммерческих маршрутов. Назовите, пожалуйста. Это порядок, установленный федеральным законом. На основании чего тут было принято решение? Какое из этих пунктов? Мы в своих пояснениях уже давали, что документ планированный, в соответствии с 220-м федеральным законом. Мы испорим ваше право принятия отмены маршрутов. По решениям турма 38.1.5, также по постановлению администрации 12.60 определенный порядок принятия нормативно-правовых актов. Вы сказали, нормативно-правовый акт принят. Берем это за основу, в вашу точку зрения. На основании этого нормативно-правового акта, я думаю, что я читал, основание для обмена маршрутов. Кстати, основание установлено, именно должно быть прописано в федеральном законе. Основание для обмены является документ планирования регулярных действий. А, получается, масло масляное. Основание для обмена маршрутов является просто сам факт без основателей включения в документ планирования. Кстати, вот сторона ИСЦА, она футит терминологию. У вас вопрос? Продолжаю свой вопрос. Суду поясняет. Там четко прописано, в соответствии с документом планирования. Обратите внимание, когда пишут и говорят представители администрации, они говорят, не в соответствии, а на основании документа планирования. Это грубейшая ошибка.